Северная Приладожья или Ладожская Карелия – природно-исторический регион, в настоящее время ограниченный с юга берегом Ладожского озера, административной границей Ленинградской области и Республики Карелии на западе, российско-финляндской границей на севере, и условной линией старой советско-финской границы 1939 года на востоке. Регион имеет своеобразный отличающийся от сопредельных территорий ландшафта и уникальную историческую судьбу, в отличие от своего юго-западного соседа Карельского перешейка. Северная Приладожья в основном до сих пор сохраняет древнейшую карельскую топонимику, хоть и подвергшуюся финизации и славянизации. История Северная Приладожья становится известным как единый регион с Карельским перешейком в качестве старинной территории расселения летописного племени. Карелы именно отсюда из своей коренной территории древние Карелы расселялись в северном направлении в Лапландию и современной Карелию. Здесь же располагается древнейший комплекс оборонительных сооружений древних Карел раннего Средневековья. Наиболее известные сооружения которого расположены в районе современных населенных пунктов Куркеки и Сортавала. После раздела территории Карельской земли между Шведским королевством и Великим Новгородом по Ореховецкому договору 1323 года Северная Прилада Ужи отходит Новгороду. На территории региона располагаются погосты Карельской землеводской пятины, Кирьяшкий, Сердобольский и Ломанский, Соломенский. Из-за близкого соседства со шведскими землями население погостов часто подвергается грабежам и разбою. С 17 века Северная Прилада Ужи отходит во владение Шведского королевства и на сто лет становится частью Кексгольмского лена. За это время православное карельское население почти полностью покидает регион, а на его место приходят финны-лютерани из центральных областей финляндского герцогства Шведского королевства. Регион теряет свою этническую и религиозную самобытность. После окончания Северной войны Прилада Ужи наряду с другими шведскими владениями снова отходит к России. Где становится частью Выборгской губернии сначала непосредственно в составе Российской империи, а с 1811 года в составе Великого княжества Финляндского Российской империи. В 1917 году Финляндия получает независимость и Северная Прилада Ужи становится для Советской России заграничной территорией. Эти изменения не повлияли на этнический и религиозный состав населения региона. В ходе Зимней войны финское население Северного Прилада Ужья, отошедшего к СССР, было эвакуировано в Финляндию. В 1942 году после оккупации этих территорий финскими войсками в ходе Советско-финской войны 1941-1944 год. Финское население временно возвращается, а в 1944 году, после освобождения территории советскими войсками, возвращается в Финляндию. С этого времени население региона составляют переселенцы из районов РСФСР и других союзных республик. С 1940 года Северная Прилада Ужья административно относится сначала к Карелло-Финской АССР, а с 1956 года – Карельская АССР. География Расположение Северного Прилада Ужья на юго-западной оконечности Балтийского щита определяет наличие в ландшафте скальных выходов различных пород, так называемых бараньих лубов. Пересеченность местности, однако, не очень большая, самая высокая точка региона. Гора Печо-Варк к северу отсортовала высотой всего 187 метров. Лес характерен для пояса южной тайги, в основном представленных хвойной породы – сосна, ель. Юг региона представляет протяженный берег одного из самых больших пресноводных озер мира, изрезанной заливами и островами. Это так называемые ладожские шхеры, уникальны своими ландшафтами, растительным и животным миром. Наличие небольших, но резких перепадов высот образует на территории Прилада Ужья большое количество водопадов на реках и ручьях. Одни из самых известных водопадов – русский Альский и на реке Тахмайоки, где снимался фильм «О зоре здесь тихие». Современность сейчас Северная Прилада Ужья находится в составе Республики Карелия, Российская Федерация и разделена на четыре района – Лахденпухский, Сартовальский, Суаярвский и Петкиарандский. Благодаря насыщенному историческому прошлому и уникальной природе оно обладает большим туристическим потенциалом. В городе Сортовал работает Музей Северного Прилада Ужья, а с 2008 года ежеквартально выпускается городской лимонах «Сердоболь», которым публикуются статьи на краеведческую тематику. Туризм – регион привлекателен для самых разнообразных видов туризма. Шхерный район широко посещаем самодеятельными туристами, водниками и ехтсменами. На байдарках, катамаранах, грибных и моторных маломерных судах уникально исторические и природные места привлекают туристические группы из России и зарубежья. Последнее время Северное Прилад Ужья становится центром религиозного туризма. Через него проходит туристический маршрут на остров Валаам. Привлекательные места связаны с древними православными святынями края, старообрядческими скитами и монастырями.